Привет, ребят! С вами Алексей24 и мы продолжаем проходить игру Корсары и каждому своё DLC-дополнение Герой Нации. Ну что, ребят, в предыдущей серии всем тем, кто смотрел, наверное, помнит. Филипп Депоанси сказал нам немножечко отдохнуть там с недельку или сколько, я точно уже не помню. В общем, надо отдохнуть, набраться сил и потом зайти, получается, генерал-губернатор. Но, ребята, тут есть одно но. Я... Нет, я не хочу никого атаковывать. Я пошёл наверх, получается, отремонтировал все свои корабли. Ну, вы видите, все какие. И, естественно, набрал команду. Но тут такое действо, когда приплываешь обратно уже с других островов с полной командой в Сент-Кристофер, ко мне подбегает один из офицеров французских. То есть, как сказать, это скрипт срабатывает, неделя не успевает пройти, я так понял, но офицер ко мне подбежит. В общем, я кое-как еле успел поставить на запись, чуть не просрал этот момент. Поэтому, ребята, переходим далее. Капитан Шарль де Мор, вас срочно вызывает к себе генерал-губернатор. К берегам Сент-Кристофера прибыла мощная вражеская эскадра. Тогда не будем терять времени. И почему же я удивлен? Сент-Кристофер берет в осаду мощная военная эскадра, не сомневаясь, что это был ответ от Стайвисанта. На нашу спуансий деятельность у берегов Сент-Мартена. Нужно срочно прибыть к шевалье. Я представляю здесь интересы его величества Ледовика XIV. Капитан, наконец-то вы прибыли. Чрезвычайная ситуация на Сент-Кристофере. Вражеская эскадра? Да, похоже, Стайвисант начал против нас ответные действия в Альянсе с Испанией. Совместная испано-голландская эскадра берет в кольцо Сент-Кристофер. Дозорные форта докладывают мне каждый час об их перемещениях. Осада? Очевидно, на прямой штурм сразу не пошли. И это сыграет нам на руку. Нужно действовать срочно. Капитан, пока враг не успел заблокировать весь остров. Что надо сделать? В Сент-Джонсе, что на Антигуа сейчас, находится английская военная эскадра полковника Дойли. Он сейчас с визитом у сэра Джонтона Фокса. Вы должны пройти мимо вражеских кораблей и добраться до Антигуа. Там встретитесь с полковником. Передайте ему мое письмо и попросите помощи. Вы думаете, полковник согласится нам помочь? Надеюсь, что да. Письмо должно убедить его в том, что награда за помощь будет весьма существенной. Кроме того, Шарль, нам нужно отправить весть капитану Эклятона, который сейчас находится у берегов Гвадалупы, чтобы он пришел к Сент-Кристоферу. Огневая мощь Эклятона существенно поможет в предстоящем бою. Поскольку вы не можете разорваться на две части, к вам в эскадру войдет наш военный курьерский люгер. Вы должны вывезти его в целости и сохранности за кольцо врагов. И он отправится в Гвадалупы, пока Эклятон не ушел на юг. Задача ясна. Пройти через осаду самому, провести, в общем, курьерский люгер и поспешить в Сент-Джонс. Полковнику Дойли за вашим письмом. Все верно. Вы готовы принять в эскадру еще один корабль? Да. Отлично. Держите письмо. Люгер уже готов. Ожидает ваших распоряжений. Не будем терять времени, шевалье. Новая запись в судовом журнале. Вы получили предмет. Итак, я должен отправиться за помощью к англичанам на Антигуа, к полковнику Дойли. Мне нужно не только самому проскользнуть мимо врагов, но и вывести за собой курьерский люгер, который отправляется на юг Гвадалупе с приказом капитана Эклятона. Ну что, ребята, в первом делом надо отправить в освояси курьерский люгер и как можно... Как можно, короче, на как можно дольше задержать один из кораблей мощных в эскадре. И это корабль, вот он, первого ранга линейник. Он нам будет мешаться. Надо либо паруса ему снести, либо взять на абордаж. Но я пока пробую сносить паруса. У меня это вроде неплохо получается. Так, выруливаем вперед. Уходим. Вроде пока идем неплохо. 8 узлов наша скорость. Но она потом у нас почему-то упадет. Главное уплыть подальше. Вот он, курьерский люгер. Его там кое-как видно вдали. Мы, в принципе, неплохо уходим. Но нас какой-то из кораблей догоняет. И кто же там нас догоняет? А, военный корабль. Его скорость 3,3 узла. У меня 3,8. У меня все шансы, в принципе, свалить. Отлично! Ура! Наконец-то я свалил! Ребята, это сделать было абсолютно непросто. Самая фишка, как я уже сказал, максимально калиучи разгрузить для более такой лучшей скорости. Второй корабль в эскадре, который был у меня, он просто мне мешал. И нам самое главное просто свалить и не вступать в бой. И ничего не делать лишнего. Итак, погнали дальше. Субтитры сделал DimaTorzok Успешно свалив из Сент-Кристофера, мы наконец-то все-таки попадаем на остров Антигуа в поселение Сент-Джонс. И нам надо идти к нашему губернатору. Ну, в принципе, нам не губернатор нужен, а полковник Фокс. Поэтому я просто без переходов перехожу сразу сюда. И полковник Фокс где-то слева, то ли справа сидел, я не помню. Так, 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 я не сюда. Блин, стоп, а я давно здесь не был. Кабинет получается напротив губернаторского. Тут губернатор вообще ничего не решает, всем рулит полковник Фокс. Эдвард Адуэли. О, какая встреча! Это же сам капитан Шарльдамору собственной персоной. Слышал, вы теперь имеете чин во французском военном флоте. Вот уж неожиданность. Учитывая то, на кого вы ранее работали, так сказать. Здравствуйте, сэр. А вы намекаете на мою историю на СЛТ-40? Но ведь это не я написал английские законы. Согласно которым остров отошел наследие первооткрывателя, согласно завещанию. Так что никакой вины за мной нет. Я всего лишь помог мисс Шарльдамору получить то, что принадлежало ей по праву. Мне даже интересно, капитан, сколько вы заработали на этом? Полагаю, немало, раз могли оплатить услуги прохвостной Локсли, которая весьма недешевая. Уверен, пиратские бароны регулярно платят вам отчисления за то, что остров остался в их введении. Оба мы прекрасно знаем, что Элен Шарп всего лишь ширма. Полковник. Мы также оба прекрасно знаем, что пиратские бароны большей частью действуют в интересах Англии. Неофициально, конечно. Без них было бы весьма непросто противостоять гегемонии испанцев в регионе. Разве нет? Так что, с точки зрения большой политики, то, что Береговое Братство сохранил за собой этот остров, возможно, даже выгоднее, нежели Исла Тессора, стал бы английской военной базой. С этим можно поспорить, капитан, но что было, то прошло. Вы прибыли на Антигуа с некой важной целью, как я полагаю. Полагаю, это связано с тем, что в отношениях двух бывших друзей и союзников Франции и Голландии основательно, в общем, они испортились. Именно, меня прислал генерал-губернатор французских колоний Филипп де Пауанси. Сент-Кристофер взят посаду испано-голландской военной эскадры. Шевалье просит о вашей помощи. Вот его письмо для вас, полковник. Пока ждете. Хм, очень занятно. Капитан, ваш командир умеет заинтересовать. Недаром про него говорят, что он хитрая лица. Давно пора было сделать это, а не ешкаться с голландцами. Мы-то давно знаем, что из себя представляет голландская компания и их директор. Ну что же, я считаю, что в данной ситуации мы действительно должны оказать помощь осажденному Каптервиллю. И мы располагаем для этого достаточно мощными силами. Каков качественный и количественный состав вражеской эскадры, капитан? Я насчитал 6 кораблей, 1 80-пушечный линейный корабль, за который за нами гнался, корабль 3-го ранга и 5 кораблей 4-го ранга. Возможно, есть еще и фрегаты. Серьезно? Мы можем противопоставить им нашу эскадру, состоящую из 100-пушечного корабля 1-го ранга, 2-х кораблей 4-го ранга и тяжелого фрегата. Сэр, также на помощь Сан-Кристоферу от берегов Гвадалупы сейчас спешит наш линейный 66-пушечный корабль Эклиатон. Отлично! А тогда мы значительно превосходим противника по огневой мощи. Победа будет за нами. Также не забывайте и про мой корабль, сэр. Калиучи. Конечно, месье де Мор, что бы там ни было, но о ваших талантах в морском деле наслышаны все на архипелаге. Ваш флагман встанет впереди эскадры. Ну да, прокрытый корабль будет, короче, впереди всей эскадры. Зашибись! Я быстро приведу в порядок свой корабль, и мы вступим на помощь осажденным. Тогда приступаем, и да поможет нам Бог. Прочитав послание Пуанси, Дойли сразу же согласился помочь осажденному Капстервиллю. Даже интересно, что такого посулил ему Шевалье. Надо готовиться к трудному бою. Радует, что эскадра Дойли достаточно сильна. Особенно его флагман, 100-пушечный линейный корабль первого ранга. Думаю, что мы одержим победу. Ну да, я тоже думаю, мы победу, ребята, одержим. Поэтому сейчас ремонтируем корабль, берем команды, сколько здесь возможно пополнить. И, наверное, вперед. Заряжаю картечью, и хочу все-таки флагмана взять на абордаж, ребята. Плывем к флагману. Чуть-чуть время, ну, замедлим. Вот сам меня не прочь на абордаж взять. Итак, огонь. Да блин, я не хочу вот этого на абордаж брать. Я хочу линейник. Так, 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 стоп, 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 стоп. Мне нужен линейник, пожалуйста, линейник в студию. Так, 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 есть. Я вроде бы сблизился, но на абордаж он пока что-то не хочет идти. Перезарядили картечь. Сейчас еще раз обдадим. Обдал, нормально. Теперь приближаюсь. Выравниваю скорость. Есть кошки к бою. И этот корабль будет моим. Потому что он первого ранга. В нем пушек до хрена. Это, в принципе, ихний самый главный корабль. Мы сейчас его у них отожмем. А зашибись, у меня вылетает игра. Итак, берем на абордаж. Как хорошо, что перед абордажем сохраняется игра. У меня только что сейчас был вылет. Это я перезахожу, получается. Зашибись. И меня выкидывает. Короче, у меня вылет игры почему-то идет на абордаже. Попробую еще раз его обдать. Картечью. Так, так. Ну, я его пока держу в поле зрения. Так, 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 так. Не уходи. Ты мне на абордаже нужен. Лишь бы игра только не вылетела еще раз. Нападаем. Пробуем. Надеюсь, вылета не будет. Пожалуйста, вылета не надо. Есть! Наконец-то я на корабле. Да ладно, да ладно. Ребята, вы не поверите, три раза был вылет, когда я нажимал абордировать корабль. Я не знаю, в чем прикол. Может, команды много, либо что. Ну, сейчас у меня получилось. У меня получилось, и этот корабль будет моим. Я как уже это и говорил. И это точно. Ладно, я не вижу смысла ввязываться в бой и фиктовать с кем-то. Потому что моя команда их раздирает в клочья, причем. Ладно, идем дальше на следующую палубу. Не знаю, может быть, просто из-за того, что их реально голландцев много. Только поэтому нам не давали взять его на абордаж. Ну, сейчас все проверим. Ладно, идем дальше. Не будем задерживаться. Так, что здесь у нас? Блин, кто свет выключил, что-то темно вроде. Отлично. Главное, что офицеры не потеряны, команда нормальная. Идем дальше. Блин, они мне могут, в принципе, сейчас и команду покрошить. Вот он, капитан. Капитан, давай договоримся. Кстя корабль, короче, и можешь сваливать. Ну, сам не захотел. Так, ладно, обыск тела. Утяток мало денег. На таком корабле плаваешь и денег нету. Бомжа. Так, опачки, кираса. Он не бомжа, кстати, я беру свои слова обратно. Какие-то сундуки непонятные. Нафиг они нужны, значит. Карта Сан-Кристофера. С карты приплыли сюда. Потому что местность нифига не знаю. Так, Ром мне не нужен, ничего не надо. И что же у нас здесь? Что-то нашел. Итак, линейный корабль. Надо назначить капитана. Капитана, слава богу, у меня полно. Назначаю вот этого чувака. Все, отлично. Корабль захвачен. Пускай, знаете, что делает? Пускай уходит вообще отсюда подальше. Так, я теперь смело перезаряжаюсь на бомбы. У меня опять пропал звук. К сожалению. Так. Ну, уплывай отсюда, блин. Огонь. Остальные корабли, короче, можно топить. Они не так уж и нужны. Так, ключи. Подплывай поближе. Опачки. Ну, нету, нету, ребята, звука. Извините. Звука пушек нету. У меня звук опять слетел. Я не знаю, что с игрой происходит. То при абордаже меня выкидывает, короче, из игры. То звук, звука в пушке нету. Но сейчас я попробую загрузиться. Ё, звуки теперь появились. Просто я беру сохраняюсь в этом же месте. Загружаюсь и звуки появляются. И мы продолжаем проходить игру. Горсаны каждому своё DLC дополнение Герой нации. Ну что, ребят, в следующей серии всем, всем, кто смотрел, наверное, помнят. Ладно, мы причаливаем. Сказал нам немножечко отдохнуть. Вот мы и причалили, наконец-то, мы можем, в общем, пойти. Надо отдохнуть, набраться сил. И потом зайти, получается, генерал-губернатор. Но, ребята, тут есть одно но. Я, нет, я не хочу никого наковывать. Я пошёл на верфь 5000 песо. Но мы, в принципе, отремонтировали все свои корабли. В самое время, наверное, к Филиппу де Понси перейти. Естественно, набрал команду. Скажет, но, ну, что у нас есть, когда приплываешь обратно уже, кстати, у них островов полной командой в Сент-Кристофер. Ко мне подбегает один из офицеров Французского. То есть, капитан Демор СССР вас видеть. Весь город наблюдал за тем, как вырвать. И я преподал урок испано-голландским негодяем. Офицер на нашу колонию. И на то, что Шарм Демор себе новый корабль приобрёл. Я просто выполнял свой дух. Да, самый друг ваша скромность мне равно известно. Вы настоящее. Переходим далее. Уверяю вас, полагаю, после тяжёлой битвы вам необходим отдых? У вас целая неделя. Выходите ко мне в кабинет на приём через 7 дней. Город как рад подготовить награду своему герою. Так точно, месье, разрешите идти? Идите и хорошенько отдохните, потому что дальше вам предстоят серьёзные дела. Как вы сами видите, мир с голландцами уже невозможен. А мы с уважаемым полковником пока обсудим важные вопросы. Тогда до встречи через неделю, Шевалье. Новая запись в судовом журнале. Ваша репутация изменилась до знаменитой Ильда и Дальго. Так, ладно, я понял. 4 октября получается плюс 7 дней. И 13 октября мы придём к Филиппу де Пуанси. Пуанси предоставил мне недельный отпуск. Уверен, что в это время он будет договариваться с Долли о том, что обещал ему в письме. Да понятно, какой-то опять делёж бабок или какой-то фигни происходит. Ладно, ребят. Я знаю, чем я займусь целую неделю. Надо отремонтировать корабль, набрать команды. И я всё-таки планирую корабль-то, который у меня захвачен, оставить его себе. Ладно, об этом чуть позже. Неделя прошла. Нас вызывает к себе Филипп де Пуанси. Я представляю здесь интересы его величества Ледовика 14-го. Добрый день, Шарль. Итак, приступим к делу. Конечно, Шевалье. Для этого я и здесь. Мы провели с полковником Долли переговоры, и я заручился его поддержкой. Англия окажет нам помощь в войне против голландцев. Ну а нам с вами сейчас необходимо нанести врагу ответный удар. Восстановить справедливость. Остров Сен-Мартен должен быть возвращен Франции. Эта задача поручается лучшему боевому капитану. Вам, Шарль де Мор. Пока враг ещё не оправился после разгрома своей скадры, мы атакуем Флицбург и захватим его. Бой будет непростым. Сначала нужно уничтожить порт, затем сломить сопротивление гарнизона. Вам также потребуется совершить аммаж-бросок в джунгле к соленому руднику, о котором я вам рассказывал, и выбить засевших там врагов. Задача действительно непростая, Шевалье. Я вас прекрасно понимаю, мой друг. Ваша эскадра будет усилена. Губернаторы Бастера и Сен-Пьера должны были уже к этому моменту снарядить по одному военному кораблю фрегату. Вам остаётся только посетить Гладелупу и Мартинику и принять под своё командование эти фрегаты. Если, конечно, вы сами пожелаете этого, в выборе методов и средств я вас ни в коем образом не ограничиваю. Также я вам выдаю денежную субсидию в размере 20 тысяч песо на закупку провизии и боеприпасов для вашего флагмана. Вот, получите. Ха, хорошо, месье. Так же, как обычно, в вашем распоряжении линейный корабль Эклятон. Он отремонтирован, снаряжён, стоит на рейде. И, поговорив с капитаном, вы можете взять его под своё командование в любой удобный для вас момент. Отлично! И нельзя терять время, капитан. По сообщению моих лазутчиков, голландцы понимают, что грозит Сен-Мартену и намерены многократно усилить его защиту. Однако, двумя месяцами вы располагаете, вы должны успеть в этот срок. Успеем. Где находится рудник на Сен-Мартене? Ни на одной карте острова он не отмечен. Когда возьмёте штурмом город, прижмите к стенке наместника Флицбурга Минхёра Мартина Томаса. Он расскажет. Этот голландец труслив и не осмелится упорствовать, я гарантирую. Хорошо, я понял. Тогда я отправляюсь. Погодите, Шарль, вы ещё не получили свою награду за спасение сын Кристофера. Примите от жителей города эти сундуки с золотом, а также огромную благодарность, которую нельзя ценить ни в каких деньгах. Очень приятно, месье. Теперь можете идти. Желаю удачи, капитан. Жду вас с победой. До встречи, шевалье. Итак, новая запись в судовом журнале. Так, это на меня охотники нападали. Мне предстоит всё зле дело. Не позже, чем через два месяца выбить голландцев сын Мартена, включая соляной рудник и вернуть остров Франции. Мне должны помочь губернатора Гваделупа и Мартиники предоставить мне в эскадру полностью комплектованному военному фрегату. Также в моём распоряжении будет и линейный корабль Эклятон. То есть, ребята, всё понятно. Сейчас надо плыть на Гваделупу и на Мартинику, но сначала мы поговорим с капитаном Эклятона, возьмём его в эскадру. И потом мощной нашей такой эскадры мы с вами поплывём. Брать Вильямсдад. Тот, что находится на Кюрасау. Ребят, я вот так вот делаю, я меняю корабли. Я опять вернул Эркюля. Я почему... Вот я сейчас недавно только взял, вы видели, линейный корабль первого ранга на Бордаж. Вы, наверное, спросите, почему я его не беру с собой в эскадру. Ребята, ответ прост. У меня игра вот с этим кораблём почему-то начала вылетать. Стоит только мне добрать туда команду, так полностью игра вылетает. Как только беру этот корабль, на нём пытаюсь плыть, опять игра вылетает. В общем, не буду злить игру Корсары каждому своё. Возьму обратно корабли, которые у меня были, более надёжные, и поплыву именно с ними. Итак, нам нужен капитан Эклятона. Итак, мы вышли, получается, в бухту. Я всё-таки хочу доплыть до Эклятона. И, наверное, спускаем на него шлюпку. Так, отлично, звук в игре уже не пропадает. Меня это более чем радует. Не знаю, с чем вот это всё связано, но мы позже это, конечно же, проверим. Итак, где капитан? А, вон капитан, я его вижу. Сейчас мы к нему подойдём. Приветствую, командор. Снова ждёт боевой поход. Так, так, так. Да, Эклятон опять поступает под моё командование. Мы идём штурмовать Флицбург. Да, Эклятон опять поступает под моё командование. Мы идём штурмовать Флицбург. Генерал-губернатор поставил задачу отчистить Син-Мартен от голландцев. Всё ясно, жаркое будет дело. А, мансиор, уверен, что да, готовьтесь к выходу в море. Мы вскоре отчаливаем. Ребят, я, походу, перепутал. Надо на Син-Мартен сейчас будет брать штурмом, а не Вильямс, да, Кюросау. Я немного запутался. Вот это поворот! Эклятон в нашей эскадре. Нам надо теперь собрать корабли, ну, чтобы были чем больше эскадра, тем больше шансов на победу. Мы идём сейчас на Гваделупу, потом на Мартинику и берём под командование суда. Погнали! Итак, мы на Гваделупе, в поселении Бастер. Я чё-то не увидел на рейде корабль, поэтому я попробую поговорить с губернатором. Может быть, он мне должен дать вот эту наводку, где брать корабль. Но по-любому надо говорить с шефом, как я понимаю, всегда. Мне нужно поговорить с вами об одном деле. Я слушаю вас, в чём вопрос. Я прибыл по приказу генерал-губернатора Филиппа Депоанси, чтобы принять под командование над снаряжёнными вашим фрегатом. Да, конечно, корабль готов к выходу в море. Капитан осведомлён и будет выполнять все ваши распоряжения. Тогда мы отправляемся в путь. До свидания, ваша светлость. То есть, всё, надо было поговорить с губернатором и после этого, как я понимаю, у нас на рейде должен стоять корабль. И я опять буду разговаривать с капитаном. Итак, не теряем ни минуты. Доплываем. Так, Эклятон. Эй. Эй, или как он там? А, стоп! Он уже в эскадре. Ясно. Ладно, отправляемся на Мартинику. Короче, ребят, хочу я этого или нет, но на Мартинику я не пойду. Не пойду лишь по одной большой причине. Ребята, я хотел отправиться на Мартинику, взять ещё один корабль в эскадру, но это сделать не получится, потому что на Мартинике нас ждёт офицер, который пригласит нас. Далее, получается, к губернатору и он нам предложит квест, от которого невозможно практически отказаться. Там, говоря коротко, начнётся DLC долго и счастливо. То есть, он вот, я приплываю, я ничего не могу сделать. У меня первый диалог, долго и счастливо. Филипп Де Пуанси дал нам ровно два месяца, чтобы расквитаться с Син Мартеном. Я не хочу тоже тянуть кота за хвост и надо сделать как можно быстро, но тут долго и счастливо на нас нападает, и я ничего сделать не могу. Долго и счастливо я планировал записать маленечко в другой момент. И сейчас, в общем, мне мешает этот диалог. Я принимаю решение, ребята, мне ничего не остаётся, как брать четыре корабля, то есть, у нас четыре корабля, и этой эскадрой будем нападать на Син Мартен. Но мы, скорее всего, ребята, займёмся этим уже в следующей серии. А пока просто, ребята, ставьте лайки, комментируйте видео, что вам понравилось, что не понравилось, или, может быть, вы мне хотите что-то посоветовать. Все комментарии лайкаю, читаю каждый комментарий и отвечаю на них. Увидимся в следующей серии. Всем пока. Мы здесь. Итак, пистолеты, чё, зря таскаю, что ли? Блин. Так, 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 так. У меня французский офицер, кстати, не такой мощный. Ему тоже надо помогать. Блин, мне надо бежать. И... Продолжение следует...